всем привет любителям гулять по буэнос-айросу смотрите утро еще там у нас сегодня 8 мая завтра день победы так что кто будет смотреть поздравляю всех с днем победы а я сегодня работаю и вот приехал в центр и заодно думаю поснимаю там не говорили там показывай побольше улице там буэнос-айроса шоке показывает улице разные бывают от авениты отошел смотреть какая у нас уже осень наступила значит поменялась погода вчера неожиданно был ну почти полдня дождь сегодня вот дождь прекратился но такое дождливое двери но в чем прикол вчерашнего дождя он был до середины ночи в общем начался днем и уже часов до трех ночи точно был это то что неожиданно это то что гроза была именно длинная гроза все вот эти часов 6 7 была раза с молниями и громом как правило такие осенние дожди под зиму они уже не сопровождается это весенний гром молния там на тепло ну не сильно похолодало скажем так даже можно сказать что было и теплее а тут было прямо розы молнии все такое так наша полиция он мигает машина видите теперь ездят с камерами сверху тоже вот проезжает а не в камере тут по устанавливали так мне надо найти улицу кентана магазинчики листья падают особенно после дождя вчера листья подбивал дождь потому еще не поубирали все присыпано здесь вот если это недалеко от центра но в то же время есть так немножечко отойти смотришь уже и видите улочки не такие широкие магазины 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 вот ларьки с этими сами цветами продают цветы а так магазинчики в основном вот так мы живем сейчас я посмотрю по карте куда мне идти сначала потом дальше продолжим так еще пару кварталов вперед значит там меня писал человек уже два раза цветом вроде там ответила но можно и рассказать салфа 19 числа бен сайерс приедет и хотел узнать где купить симку для телефона чтобы это самое с интернетом и все такое я даже не знаю как правильно ответить то есть самих телефонных компаний вот этих у нас ну их не как бы таких офисов полно и в принципе в принципе вы можете и симку купить я вот такой не знаю насчет интернета так как я таким вариантом не пользуюсь то я не знаю будет ли на этой симки интернет и все такое потому что симку которую вы сможете купить наверняка вы купите симку под оплату то есть вы должны будете заходить куда-нибудь и загнать на нее деньги там ну вот а вот будет ли у вас там сервис еще интернет и вообще честно скажу лично я лично я сомневаюсь что вообще такое возможно то еще просто приехал иностранец купил симку и бегает со своим номером здесь аргентинским потому что у нас без какого-нибудь счета который вы подтвердите где вы живете на ваше имя по моим ни одна компания не даст никакую симку потому что с такими нелегальными симками на высотой бегает но вряд ли это делается официально так что я лично это мое мнение не думаешь вам вообще кто-то здесь продаст какую-то симку если вы здесь нигде скажем так не живете не прописаны на ваше имя нет никакого сервиса потому что а как вы собираетесь как они ну типа оплату как вы им будете давать вот это но я думаю что лучше всего конечно спросить самой компании есть эти самые персональ потом но виста еще какие то там есть в общем три или четыре компании телефонных есть локальчики у них прямо на улицах я думаю вы не просто так приехать приедете никого вообще знать не будет и значит кто вас там встретили где спросите где подойти к телефонной локалью телефонной мобильной связи вашем районе ближайшем да и спросите все у них это было только моем и не мне кажется что просто так не придешь и не купишь так ты дай мне симку я там не знаю и откуда вы нас айресе не живу проездом еще интернет сюда подключить лучше не думаешь сработает но может я совсем и не прав значит у нас осень я думаю что сейчас скоро грибная пора да уже они есть же наши знакомые ездили за грибами масята были рыжиков не было я рыжику хочу подожду еще недельку если все будет окей может куда-нибудь за рыжиками маханем в сторону моря вот такие вот дела что еще у нас много в принципе ничего такого все в банке затаскивает чем дальше в лес тем больше дров налоговая инспекция заставляет все вот эти магазинчики мелкие как бы чтобы они приобрели очень машинки и можно карточкой чтобы было можно было проплачивать а то же типа всякие ну там очень магазинчики то все зачем они не пользовались карточками не только наличкой а теперь хотят заставить их чтобы они пользовались все карточками и вообще переводят все так скажем ты там те налоги платил только через банк если у тебя не счета в банке пойди открой его бесплатно национальном банке на платить через банк то еще можно было ну контроль держать над всеми начинает нас выгонять с налички в банке карточки всякие это раньше такого как бы особо не было всем было по барабану даже в банке еще не так сильно можно было счет открыть на площадке носить туда-сюда всякие примочки чтобы тебе его открыли а теперь иди хоть бесплатно хоть как ну только иди туда все магазинчики даны это потом сделали такие всяком случае придумают апплика сиони как же будет приложение для мобильных телефонов с налоговой инспекции чтоб у кого там карточка не обслуживается чтоб сразу тут же налоговой инспекции с мобильника прямо на него кляузу шлеп типа он не обслуживает меня карточкой ну а кляузники они всегда найдутся вы знаете да это у нас у всех это присутствие сейчас половина будет бегать бабушек с дедушками или молодежи кляузничать так кинтана кинтана я пришел на это виниду куда мне надо теперь надо найти он тортики продают а теперь надо найти мне номер ладно найду разберусь с работы потом поснимаешь так вышел поработал а тут снова дождь обещали что прекратится а он не прекращается снова тоже и это как на зло толка я повесил сама усушиться на балкон так начались дожди вчера и перевесил на кухню они воняет рыба это соленая так или ночь терпели потом сегодня вроде дождь перестал вывесил снова их на балкон и ушел ну хорошо они там под кондиционером под под ну как бы есть крыша на балконе то есть прямой дождь на них не попадает но все равно с такой погодой не высушишь придется снова их на кухню таскать одним словом одно мучение здесь рыбу сушить да но зато зелень видите на балкона сколько зелени у людей пальмы пальмы это я иду в сторону так цветы запах хороший ты иду сторону кладбища река лета кладбище где всякие там президента знаменитости и просто богатых людей коронят в этом случае там эти несколько президентов захороненных есть я не на кладбище и для просто идут хочу чуть-чуть поснимать показать вам еще немножко буэнос-айруса и сяду на автобус на либертадоре и оттуда поеду кладбище я еще не собираюсь но будем наверно проходить мимо вот и покажу он там через два квартала туда много приезжает туристов вечно так правительство наше городское свет не экономит видите сези белого дня фонари светятся а нас учат экономить а потом за наши налоги платим эти он фонари светящиеся среди белого дня он вся аллея в фонарях и кто выключает туристические автобусы которые туристов возят по буэнос-айрусу он тоже посещает это место так ладно ждать не будем столько пойдем ну вообще конечно город меняется уже даже те что скептики большие это признают чтобы на сайрус конечно последние скажем так несколько лет начал сильно меняться ну не про экономика про городское строительство то есть сносят старые дома строят новые постройки открывается новые районы на улицах тоже меняется ремонтирует много всяких пешеходных дорожек там парки ремонтируют а мне кстати спрашивали что если парк россии называется в этом самом где-то на бельграну в буэнос-айресе я пока не слышал если услышу и будет покажу во всяком случае сегодня даже в интернете набирал пока что не высвечится что у нас где то есть такой парк с этим названием хотя это ничего не значит здесь город довольно интернациональный здесь есть улица армян там все остальное то есть на каждый город здесь есть парк израиля то есть ничего удивительного если здесь назовут там какой-то парк имеем россии украины или белоруссии выносаясь и не вызвать никакого удивления здесь к этому относятся очень даже спокойно так вот это это кладбище скажем так сюда много туристов приезжает посмотреть какие у нас деревца растут здесь вот это одно дерево с этой кроной я думаю широком формате видно хорошо да это все одно дерево и тут она не одно такое а он туда дальше там таких еще полно деревьев он там где автобус проезжает желтый вот за ним там еще штуки три или четыре такие деревья там внизу у нас либертадор раз мы туда в ту сторону и пойдем здесь сегодня туристов мало по известной причине что идет дождь плюс понедельник и не думаешь кому-то сегодня интересно тут лазить особо так а так конечно выходных то здесь полно народу и продавцов всяких полно туристов штучки втюхивают колокольня вот здесь кстати на реколите есть сейчас мы спустимся да тоже такие хорошие парчики ресторанчики такое интересное место скажем так много туристов собирает напротив там будет университет уба одним словом хорошее местечко он видно же после субботы и воскресенье поставлю разбирает эти торговые точки которые тут были он хлам валяется с таких вот торговых точек как он стоит одна накрыта это разбирает они тут строят на определенные дни потом снимает их вот субботу все не торговали а теперь видно это хозяйство разбирает так надо пойти где-то найти автобус сейчас сверху посмотрим немножко на буй нас айрес вот здесь я говорил ресторанчики ресторанчики вот они хочу за велики это у того это банк при чем тут велики не могу понять это общее пользование что ли велики которые представлены банком или как или я банковский хавер альки лерды и бисе это у никогда не видел первый раз вижу с вами сколько тут их накрытых этих бисе бициклет то есть велосипедов с маркой банка это у формально прикольно не знал от этих не встречал вот такое здесь местечко так чтобы хорошо было смотреть там либертадор школьники уже по прибегали кушать у нас тут школьники любители кушать макдональдсах ресторанчиках около школы то есть мало кто из них носит свои тормозки больше носят деньги чтобы покушать забегал окуеков забегал оки около школы и еще довольно хоть и осень а еще все зелененькая же некоторых падает а вот это место так и останется зеленым всю зиму потому что он тут полно вот это вечно зеленых деревьев у нас там есть одно дерево она по моему цветет вообще круглый год мы когда не не ходим она все равно всегда цветет уфа спускаемся пошли на автобус снизу это выглядит вот так вот там я сверху ходил теперь пойду на автобус это вот так так вот тут вообще еще хочу описать тебя снизу снизу затяжки потому что его есть что нет сп sitä на пока п куча памятников фонари у нас вот такие еще полно их тут парков таких фонарей это они вот по оставались на и нужнее не знаю сколько им лет так они живут никто их не сносит особенно в парковой зоне это уж точно с этого моста все любят потрофировать он тоже какой-то стоит с треногой с камерой потрофировать сейчас я вам потрофирую что лица этому то будет такой немножко дождь ли он бы нас айросе потом все солнечного солнечного он как у нас солнечно да вот они туда снимаете я вам туда поснимаю смотрите а вот в эту сторону он внизу снова велосипеды бесплатные то что я рассказывал про эти городские велосипедики мы идем оттуда а пойдем туда на автобусе надо садиться дождь идет я думал побольше пройтись что-нибудь прошу вернуться показать но связи с тем что дочь я на из 1 автобус да поеду не буду выходить под дождем мокнуть хватит с вас и такого мокрого дожди оба инос-айреса все пальмы мокрые так что-то новое уже строят уже какой-то парчик ну это еще и говорим что осваивает постоянно какие-то парчики строят смотри вот по моему тут по моему что-то связано с линией метро по моему тут остановка линии метро будет новое рядом он уже пальчик соорудили он дерево смотрите как сбацали чтоб не уходить можно было по вертика по это самое по такой вертикальной лесенке можно дерево подняться памятник поставили еще один ладно вот так все вот все всегда вот вот у нас все строится вот так ведь он а он дальше на горизонте ну как на горизонте не знаю как камера приближает в общем а там дальше вот так вперед как смотрю это вижу а там дальше еще от почта где мы получали на таможне это между ними вот вижу стоит так что тут вижу считай в центре города про нее уже стараться рассказывали дальше не будем повторяется что такое вижу кому надо найдет такое вижу парчик открытый давай на все-таки слушай поднимемся глянем что что еще такого настроили что это за парк боевым не был когда-то когда-то давно-давно еще когда я только приехал здесь были такие выставочные павильоны здесь проходил допустим там праздник книги там потом праздник всяких национальности которые приходили на продавали свои штучки помню там еще в том матрешке продавал кто еще что-то на них он тогда это был модно даже не знаю вот их настроили вот что-то настроить туда можно зайти на не знаю что одно здесь поделили аллеи посадили травку наверно вот эти фонарики светятся ночью мы сейчас выйдем на горку и все увидим но раньше этого не было с дома сюда не заходил всяком случае отсюда наверно виду буэнос-айрис получше иначе что тут еще туристы могут делать кроме ходить по этим аллейка что-то такое ходить и лавочки вот скамеечки чтоб сидеть просто наверно прийти посидеть там немножко в центре города так ну вот где-то так вот вам виды буэнос-айриса а заодно посмотрел где сто тридцатый останавливается мне туда хорошо чтоб лишние не бегать вот камеру протер боже забрызгивает еще раз виды буэнос-айриса дождь его я пошел пока до следующих встреч